Паводок предоставляет определенную опасность для жизни и здоровья населения. В первую очередь, паводковыми водами могут подтапливаться источники централизованного и не централизованного водоснабжения. Как известно, каждый человек каждый день употребляет воду, и поэтому на это нужно обращать внимание. Естественно, учреждениями госсанадзора с момента наступления паводка организован дополнительный отбор пробы воды на соответствие параметрам безопасности как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям. Давайте сразу на этом остановимся. Что показывают эти пробы? Насколько вода стала непригодной, колодежная, водопроводная? Что наблюдает в этих пострадавших районах сегодня? Ну вот уже с момента наступления паводка, теми центром ген-эпидемиологии, на территориях которых зарегистрированы подтопления, исследованы порядка 100 проб воды, как из централизованных систем водоснабжения, так и из не централизованных. В настоящий момент несоответствующих результатов не зарегистрировано. Но вы говорите, несоответствующих результатов не зарегистрировано. Что это значит? Что люди как пользовались водой, могут так ей пользоваться или все-таки нет? Я бы не рекомендовала пользоваться водой из колодца в настоящий момент без предварительного либо лабораторного контроля, либо предварительного кипячения хотя бы.